Добрый день! Сегодняшним заснеженным сюжетом на интернет-канале теледетки мы открываем новую рубрику «Юридические дневники». Вести рубрику буду я, Галина Рожко. Украшенный нарядными елками город напоминает всем и каждому, что совсем скоро Новый год. И вполне вероятно, что вы решите младшего ребенка отправить с дедушкой и бабушкой в Лапландию к Санта Клаусу, старшего ребенка отправить с папой кататься на горных лыжах в Альпы, а сами решите остаться дома смотреть старое доброе советское кино. Что ж, паспорта деткам оформлены, визы открыты, страховки сделаны, можно идти собирать вещи? Стоп! А если пограничные службы решат, что вы были против путешествий ваших детей без вас и отправят их вам прямо с границы? Да, такое вполне возможно. И значит, в моем комплекте документов не хватает одного, но очень важного, официального согласия мамы на данное мероприятие. Давайте узнаем, в каких случаях оно необходимо, где и как его можно оформить. Вы наверняка догадались, что идем мы именно сюда, в нотариальную контору. С собой у меня паспорта, свидетельства о рождении деток, фамилии, имена и даты рождения тех, на кого мы согласие будем оформлять. Сегодня будний день, первая половина дня, скорее всего, управимся мы быстро. Пойдем? Субтитры делал DimaTorzok Ясно. Ясно. А мне у меня сейчас внутренний гражданский паспорт на переоформление, по загранпаспорту можно это сделать? Никак, да? Ясно. А если я с мужем ребенка оформляю, мне еще старшую дочку с мужем одним, ему нужно от меня разрешение? Или нет? Или он может? Позаконим. Позаконим. Мой эти человеческий фактор, на границе, молодцы сами будете. Много делать. Мы всем говорим, что это необязательно. Если вы сможете свои права доказывать, возьмите из интернета распечатку закона, вот так и покажите. В Финляндии, например, точно не спрашивай, могу сказать, что с дочкой ездила. Она в Украину спросила. На Украину спросила. Так гораздо сложнее. Нет, даже если будет свидетельство о рождении, подтверждающее профессионалу. Позаконим не надо. Но кто там будет сидеть, наш какой-то мужик? Ладно, тогда мы с мужем подойдем. Все, спасибо вам большое. Итак, подведем итоги. Если ваш ребенок едет без сопровождения родителей, то оформить согласие на сопровождающих его лиц вы должны обязательно. Однако, если ребенок едет с одним родителем, то законом не предусмотрено получение разрешения от второго родителя, однако, не забывайте брать с собой свидетельство о рождении ребенка, чтобы доказать, что этот ребенок ваш. Конечно, никто не запрещает вам оформить согласие на второго родителя, что называется, на всякий случай. Но мне приятнее сэкономленные 500 рублей, спасибо, потратить на мандаринки к новогоднему столу. Ах да, и не забывайте, что вы всегда можете через суд запретить вывозить вашего ребенка куда бы то ни было без вашего согласия. Возможно, какие-то еще нюансы остались за кадром нашего сюжета. В таком случае, добро пожаловать на наш сайт, где под сюжетом вы можете оставить комментарии или задать интересующие вас вопросы. Счастливых вам путешествий, новогодних праздников, до новых встреч, пока!